Всем привет! Новый видосик. Сегодня поговорим о чехлах на Honor View 30 Pro. Давайте начинать. Поехали! Итак, смотрите. Приехал вот такой вот чехольчик. Собственно, показываю его сначала в пакетике. В Китае. Две с половиной недельки. Чем примечательный этот чехол? В комплекте, во-первых, всегда у нас есть силикон. Да, я до сих пор не снял наклеечку. Потому что я такой... Потому что я такой... Достаем и смотрим, что для нас представляет собой этот чехольчик. В общем-то, ссылка, как всегда, в описании. В принципе, это пластик. Отделочка у нас с небольшой вот такой вот тканью. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот тканевая прослоечка. А это ТПУ лидер. Туда-сюда это должно быть кожаное изделие. Ну, прикольно. Почему именно такое? Ну, потому что за 200, ребята, рублей, как бы, ну, ты лучше не найдешь. Вот реально, идеальный чехол для, ну, условно говоря, расцвета. Там есть черные, серые, синие. Мне нравится вот, как бы, ну, вот такое. Это действительно приятно держать в руке. Сейчас я одену на телефон и буду смотреть, как это все. Сбоку у нас софт-тач резинка неплохо. Вот здесь единственное, было бы что-нибудь не такое вот плосенькое, а что-нибудь другое. Было бы вообще цены не было. Просто посмотрел на всяких Wildberries и Яндекс.Маркетах. Чехлы начинаются там от 300-400 рублей. В принципе, все знают, что на Алике можно заказать там, ну, условно, там, пол цены. Подождать две с полной недельки, в принципе, не опомню. Давайте надевать и смотреть, что будет. Господи, какой он офигительный без всего. Цвет, на самом деле, знаете, такой, вот он черный, да, как бы, по дизайн-проекту и по всем спецификациям. Но на самом деле, типа, иногда черный, иногда темно-синий, иногда прям такой синий-синий, как бы. А на самом деле, типа, ну, был реально черный. То есть, ну, действительно, в спецификациях заявлена как черный цвет. Да, можете, как бы, холиварить на тему ко-ко-ко, наклейку не снимаешь. Друзья, я, ну, как бы, гаджетами пользуюсь там на 2-3-4 месяца. И потом для того, чтобы все это, ну, будущему владельцу было приятно, ощущение новизны, я вот такие вот вещи, ну, либо вообще не снимаю, сохраняю, либо, то есть, снимаю и при этом делаю, чтобы было действительно как новое. Слушайте, друзья, ну, в этом чехольчике, то есть, как бы, реально продумано все. Я очень сильный педант, в плане, что, ну, если что-то не так, как бы, я, ну, не буду пользоваться вещью, особенно, ну, недорогой вещью. Тут, в принципе, для такой большой диагонали дисплея компактность аксессуара имеет очень большое значение. То есть, чем компактнее и качественнее аксессуар, тем лучше ощущение от использования телефона. То есть, я вот его держу в руке, он, в принципе, не скользит вообще никак, то есть, у него нет, вот, я даже, вот, ну, условно говоря, как бы на высоте, сами видите, какого этажа, ну, не боюсь его выскользнуть, чтобы он выскользнул из ног. Хороший хват, то есть, удобно, что здесь мягенько, как бы, вот эти вот моменты все, они действительно, ну, мягенькие. Все технические отверстия сделаны очень качественно и под сканер, и под качельку, и сверху все. Ну, и текстура у нас вот такая вот, смотрите, друзья. То есть, здесь реально кусок кожи тоненькая, ну, может быть, это какая-нибудь эко-кожа а-ля Эппл. То есть, вы должны понимать, что в эппланских чехлах за 5 рубасов, как бы, вы получаете кожзам, как они называют эко-кожей. А здесь китайцы, может быть, да, то есть, какой-нибудь, какая-нибудь животина, выделка. Почему взял такой цвет? Потому что со старостью, ну, и износом чехла вы получите непосредственно, ну, такое, как бы, покрытие, которое будет естественного старения. А это тряпочка, то есть, она такой, ну, типа хлопок, может быть, джинса. И, в принципе, клево, то есть, это все нанесено. Пройдите на карточку товара, как бы, ссылочка в описании, и вы увидите, что там, ну, несколько слоев. То есть, там сначала основа чехла, потом вот тряпка, потом кожа, каркас. Вот здесь вот он софт-тач. То есть, ну, на самом деле, за 200 с копейками рубасов, то есть, это вообще, ну, идеально. Если там, может быть, кому-то промокод или еще что-то повезет получить, будет вообще хорошо. Поэтому спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Ну, и, собственно, пиши Дональд Дак, если досмотрел до этого момента, и рассказывайте, какие интересные вкусности у вас получается купить на Алике для ваших гаджетов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok